Если вернуться к истории ультразвуковой гастродонографии, то впервые Дональд еще в 1993 году экспериментально на кишечнике, погружив его в жидкость, используя 27-мегагерцовый датчик, получил изображение всех пяти слоев. Но ультразвуковой гастродонографии долгое время не было уделено должного внимания. И у нас в бывшем союзе, в России, пионером этого направления является Зинаида Аруна Лемешко, профессор. Ее трудами изучаем, а сейчас очень широко используют практические аспекты этой проблемы. В Чапоксарах профессор Валентина Николаевна Диамидова. Здесь, в Санкт-Петербурге, под руководством профессора Савельева проводятся исследования. Но все эти исследования как бы вливают крупицу в детализацию эхографической семиотики различных заболеваний. А если возвращаться к этой проблеме, по данным Всемирной организации здравоохранения, язвенная болезнь желудка 12-перстной кишки в различных регионах мира составляет 10-15%. А вот развитие инновационных хирургических вмешательств на сердечно-сосудистой системе и применение антикоагулянтов в значительных дозах увеличило количество, так сказать, осложнений, особенно при немых язвах у лиц старшего и пожилого возраста. И по данным секционного материала, вот нашего центра, Республиканского центра экстренной медицины, нераспознанные при жизни язвы и желудка 12-перстной кишки составляют до 28% случаев. Это очень большая высота цифры. На сегодняшний день классическое рентгенологическое исследование и сочетание с эндоскопической считается золотым стандартом в системе медицинской визуализации желудочных кишечных штрафов. Естественно, мультиспиральная компьютерная томография, к чему очень большое внимание уделяют наши зарубежные коллеги, и магнитная резонансная томография открывает новый горизонт в изучении состояния этих органов. Однако, эти методы сопряжены с значительной лучевой нагрузкой, длительностью обследования при магнитной резонансной томографии, что не позволяет изучать перистальтическое движение в полноценно. И ограничение визуализации глубины патологического процесса является главной проблемой в этом отношении. Особенно, когда мы используем эндоскопическую, мы визуализируем поверхностные слизистые слои. А вот что касается глубины поражения язвенной болезни, вот здесь вот роль и значение ультразвукового исследования, несомненно. Вот целью настоящего исследования является использование современной технологии ультразвуковой гастродонографии, в основном это при желудке, при язвенной болезни, в сочетании с технологией базовой серошкальной трехмерной эхографии и докторографии. Значит, мы очень тесно сотрудничаем с Чувашским государственным университетом имени Ульянова с профессором Диамидовой. И по суству это является результатом кооперированных исследований, полученных в двух ведущих учреждениях. Из 270 пациентов, у 40 мы провели у здоровых, изучали возможности этой технологии. Язвенная болезнь желудка была отмечена у 106 и у 124, наверное, аспертной кишки. Что касается распределения больных, хронических больных было 179, а с острой язвой это было 51 больных. Основные все исследования в определенной мере были сопоставлены с результатами других исследований, в частности фиброгастродонографии, 64% случаев ренгелагических исследований, будет и спиральный компьютер, и магнит резонанс, но главное, вы все прекрасно знаете, великопактор пилори является основным, так сказать, виновником в этом процессе, и самое большое количество исследований с сопоставлением проведенности. Значит, несколько больных были прооперированы в условиях экстренной хирургической помощи, и это позволило сопоставить с результатами постоперационных исследований. Исследования проводились на различных уровнях, специально мы проводили эти исследования как на поликлиническом звене, так и в специализированных учреждениях, с тем, чтобы выявить, каковы же возможности использования вот этих технологий на уровне поликлинического звена, на уровне специализированных учреждений. И были использованы, значит, датчики частотой от 1 до 10 мегас, аппаратура, естественно, была от обычной, от простых до экспертов класса. Исследование пациентов проводилось по воли-листику с некоторыми модификациями. Известно, что по воли-листику проводятся исследования полипозиционно и полипроекционно, но рекомендуется во всех, так сказать, исследованиях заполнять желудок от 700 мл до 1 литр. Но при исследовании кардиального отдела желудка, вот такого вот наполнения, оно не всегда, так сказать, воспринимается пациентам, поэтому у нас используется методика порционного введения, как в рентгенологии это было. Значит, сначала дается 250-300 мл, проводится исследование кардиального отдела желудка. А потом дополнительно наполняется с тем, чтобы рассмотреть другие отделы желудка. Вот основным методом исследования, это было через кожу, этот раз абдоминальное исследование, у всех 270 обследованных, и с наполнением желудка было 261. Мы не могли при острых кровотечениях наполнять желудок, это было противопоказано. Доперография проведена 87 и объемная трехмерная эхография у 45. Все исследования начинались с обзорного ультразвукового исследования органа брюшной полости, оценки состояния желудка натощак и искусственного контрастирования, оценивалась эвакуаторная функция желудка и проводилось прицельное трансабдоминальное и ультразвуковое сканирование с включением функций зон. Обычно, так сказать, слоистый желудок хорошо визуализируется в антральном отделе и на уровне малой кривизни. Значит, пятислойная структура хорошо видна при условиях искусственного контрастирования, и мы отлично видим слизистую, мышечную слой, слизистую оболочку, подслизистую оболочку, мышечную оболочку и серозную оболочку. Применение объемной реконструкции поверхностного режима позволяет очень хорошо визуализировать желудок. Обратите, пожалуйста, внимание, вот здесь вот как бы сетчатый, а вот здесь вот дорожка идет к контральному отделу, вот здесь вот муцин перерабатывается, значит, пища, а затем она, так сказать, направляется. Применение ультислородной томографии позволило изучать, значит, тонкую структуру дефекта в следуемом участке желудка. Антральный отдел желудка в B-режиме прекрасно видим, прекрасно мы видим и это самое перистальтические движения. Эти перистальтические движения также очень хорошо видны в режиме 3D4-технологии. Сейчас я попытаюсь на следующем слайде вам показать вот в режиме реальном масштабе. Время очень хорошо, можно изучить перистальтические движения. Известно, что при хронических гастритах, значит, перистальтическая волна, она замедлена и очень низкая, а при язвенной болезни 12-перстной кишки отмечается усиление этого глубоких перистальтических движений и ускоренная перистальтика желудка в желудке. Значит, основным эхографическим принципом измененного желудка является это хорошая визуализация антрального отдела в принципе 95-96%. Но очень плохо мы визуализируем кардиальный отдел. И здесь, в общем-то, и дно желудка, и здесь мы, в общем-то, должны прибегать к возможностям исследований, эндоскопическим исследований, другим методам исследований. Контуры всегда ровные, четкие, особенно в области тела отмечается складкой слизистой. В области тела толщина составляет 4,5-5 мм. В антральном отделе оно чуть больше, и мы всегда видим пятислойную структуру. Значит, что касается 12-перстной кишки, то здесь толщина стенки примерно находится в пределах 5 мм с ровными, четкими контрами, пятислойными структурами. Его очень хорошо можно визуализировать только при наполнении желудка и 12-перстной кишки жидкостью. Значит, кровоток в норме. Значит, в членном стволе, в верхней брюшейской артерии, в печёшной артерии, при язвенной болезни всегда, так сказать, повышена максимальная систолическая скорость, а резистильный индекс, естественно, тоже несколько повыше. Мы специально сейчас сопоставляем, в зависимости от возраста пациента, у пожилых лиц общие атеросклеротические изменения и абдоминальных сосудов, они тоже, так сказать, отражаются на скоростной характеристике, и, по-видимому, они будут виновны в возникновении, так называемых, небоих язв у лиц пожилого возраста. При хронической язве основными эхографическими критериями является следующее. Язвенный дефект визуализуется в виде ниши с гиперэхогенными внутренними контурами, и края дна язвы за счет, имеют, так сказать, контуры, и дно язвы имеет фибриноидный, так сказать, ниши с гиперэхогенными гиперэхогенными. Язвы имеют правильную форму и симметричный треугольный вид. Наружный диаметр пораженного участка составляет менее 30 мм, и слоистость вблизи язвы не дифференцируется. Структура при этом остается однородной и гиперэхогенной. Отмечаются умеренные толщие степки желудка, значит, вокруг хронической язвы. Вот здесь вот представлена, так сказать, классическая эхографическая картина язвенной болезни желудка. Четко визуализуется гнижчая, это, так сказать, два, так сказать, выпуклые, это слизистые вокруг него. Значит, он, так сказать, хроническая язва всегда, так сказать, диетритом покрыта, а в вот в ряде случаев вот это вот он будет выглядеть как гиперэхогенная структура. При острой язве отмечается, наряду с дефектом ниши, отмечается гипоэхогенный инфильтративный вал вокруг язвы. Слоистость вблизи язвы не дифференцируется, но при этом структура остается однородной. В периферической части этого вала стельки желудка разграничиваются отчетливо. Натощак визуализуется небольшое содержимое в желудке за счет гиперсекреции и 2-динокострального рефлекса. При острой язве, значит, отмечается вот гиперэхогенная структура и усиление сосудистого рисунка. И кровоточивость язв в виде локальных пульсирующих цветов локусов в области язвы очень четко дифференцируется. Что касается острой язвы 12-перстных кишки, то здесь отмечается наличие дефекта и гиперэхогенного инфильтративного вала вокруг язвы. Слоистость вблизи язвы не дифференцируется, а структура остается однородной. В периферической части инфильтративного вала слои стенки желудка разграничиваются и отмечается примерно равное соотношение диаметра язвенной язвы. При цветном доблевском картине определяется наличие множества цветовых локусов в инфильтративном валае. Вот здесь представлены эхограммы язвы 12-перстных кишек в жизни цветного доблевского картинка. При высоких скоростях визуализация цветовых локусов практически затруднена. Поэтому нужно уменьшать скорость установки шкалы в пределах 1 см в секунду. И вот в этом случае можно видеть хорошо цветовые локусы. Пенетрация язвы. У нас было в трех наблюдениях. При пенетрации язвы отмечается отсутствие визуализации стенки желудка в области язвы. Симптом выхода язвы за контуры желудочной стенки, что показано на стрелке. Язвенный дефект большой, глубокий, с нависающими краями и неровным плоским дном. Наличие в участке инфильтрации с нечеткими контурами приближающих к одной язве соседнего органа. Соседние органы как бы стараются его окружать на первых этапах, защищать этот самый дефект. И у лечения его узлов отмечается вокруг дефекта при острой пенетрации язвенной желудка. В динамическом наблюдении, сейчас мы имеем небольшое наблюдение, оно, так сказать, постязвенный рубец, он выглядит как гиперэхогенная зона в этом участке. И идет, так сказать, препаративная регенерация этой язвенной болезни. Таким образом, применение современных технологий ультрусской гастродонографии является одним из перспективных методов. Сочетание трансадоминальной ультрусской гастродонографии с эндоскопическими исследованиями и другими лучевыми методами позволяет проводить уточняющую диагностику потолочных процессов как по протяженности, так и по глубине. Комплексы системы медицинской визуализации язвенной болезни ультрусской гастродонографии может быть рекомендуем для мониторинга лечебно-оздоровительных мероприятий. В заключение я бы хотел сказать, что проведение трансадоминальной ультразвуковой гастродонографии достаточно трудоемкое. Сейчас за рубежом очень широко используется эндоскопическая гастродонография, сочетающаяся волоконной оптикой с датчиками, миниатюрными датчиками. Такие миниатюрные датчики нами тоже были созданы совместно с Вильнюсским институтом радиоизмерительных приборов, и мы его попробовали в свое время еще в 80-х годах. Это был очень важный, хороший шаг. Я должен сказать, что накопленный опыт исследователями и наш опыт позволяет считать, что все-таки ультразвуковую гастродонографию целесообразно использовать для динамического наблюдения мониторинга за состоянием у лиц, получающих консервативную терапию, что позволяет значительно сокращать лучевую нагрузку или же неприятие с пациентами эндоскопического исследования. В этом отношении ультразвуковая гастродонография имеет свою определенную нишу в системе медицинской визуализации. Не услышала о подготовке пациентов. Это первый вопрос к данному исследованию. А второй вопрос касается воспроизводимости исследования различными специалистами в пределах вашего лечебного учреждения и, возможно, перепрофилирования на, допустим, уже поликлинику этого пациента для амбулаторинга лечебных. Спасибо. Да. Пациенту нуждается в подготовке. Исследование проводится натощак. Сначала проводится бесконтрастирование исследований, а затем вводится в порциальную жидкость. Это теплая вода, сначала 250-300 миллилитров, на левом боку, головой чуть ниже, смотрим кардиальный отдел. Даже в этих условиях, значит, визуализирование кардиальный отдел предоставляет значительные трудности. Второй ваш вопрос. Чувствительная специфичность лежит на разных уровнях, как это получается. Да, как в поликлинике, допустим, дублируется, да, мониторинг. Вот ведется, вот вы отлечили, пошел человек в поликлинику, вы говорите, для мониторинга используется. Это в конце 90-х годов, в начале нашего века, всем известно, что и везде будет напряжение с бенгенским контрастным веществом. И поэтому проведение исследования желудка, оно, так сказать, было продиктовано поиск каких-то новых возможностей. Возможности. Спасибо.